Акции ксенофобского движения «Пегида» и их противников в Дрездене завершились жесткими столкновениями. По меньшей мере, один человек был тяжело ранен. Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль раскритиковал движение «Пегида», заявив, что оно превратилось в резервуар российской ксенофобии. Правительство Словении подготовило законопроект, согласно которому на границу с Хорватией могут быть направлены армейские подразделения. Солдаты должны будут помочь полиции в условиях наплыва тысяч беженцев. Парламент Словении обсудит законопроект уже во вторник. На востоке Украины во вторник начался второй этап отвода вооружений. По данным украинских силовиков, отвезти должны танки, артиллерию калибром до 100 мм, а также минометы калибром до 120 мм. Второй этап отвода вооружений также начали сепаратисты. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте на шесть ступеней. Новый уровень означает, что в будущем Киев сможет занимать деньги за рубежом. На оценку повлияли успешные переговоры Украины с западными кредиторами и реализация реформ. На парламентских выборах в Канаде победила либеральная партия. Ее глава Джастин Трюдо станет новым премьер-министром страны. Нынешний премьер-министр Стивен Харпер уже признал поражение и ушел с поста лидера консерваторов. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заморозил строительство ограждения в восточной части Иерусалима из-за поднявшейся волны критики. Стену планировалось установить для того, чтобы оградить еврейское население от нападений из арабских кварталов.